Магилёшина завершила уборку Азимы Гарабсу. 453 годы тому перши друкары Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец приступили до выданья у Москве Часовника. Кросный ход памяти Георгия Канискаха пройшел у Магилёве. Трапил у реанимации у горках маленьких лопшек, выпил химичную ваткость и отрымал тяжкие опеки с трава вода. На ранец у 7-го жнивня его стан урачи оценивали, як тяжко стабильны. По информации следчиха комитета Беларуси, 5-го жнивня хлопчик с горок ему год и 11 месяцев выпил химичную ваткость. Як поведомляють, худший за усёх хлопчик пераблыта у ЯЕС газировкой. Кажуть, что на передо дне батьки проводили чистку канализацийных труб. И речева для чистки было пералита у бутыльку спад газировки. Будет наблюдаться его ожог именно в пищеводу, будем смотреть, как он будет в дальнейшем себя вести. Он, естественно, дышит самостоятельно, находится в сознании. Подобные выпадки не редкие, говорят медики. Два-три такие пациенты за месяц. Их приводить в областную детячую больницу. Лечение протяглое и складанное. Треба уличывать, что дитя отрымовывает не только опеки с трава вода, али и агульное тяжкое отручвание. Тому бытькам ясче раз нагадываюць леки, химичные речевы необходно надейно хавать от малых. Могилёшина полностью завершила уборку Азима Гарабсу. По оперативной информации, мы финишировали разом с Минской и Брестской областями. На Могилёшине убрано 36 тысяч гектаров засеянных площадь. Что до уборки сбожжевых, то, по словах специалистов Абл Сельгасхаршу, на сёмая жнивня аграры наблизились до экватору. Убрано 45% площадь и больше за 144 тысяч гектаров. Намолочено амаль 405 тысяч тонн. По оперативной информации, средняя урожайность сбожжевых по области складает 28 центнеров с гектаров. У лидерах Шкловский и городские районы. Яны досягнули урожайности у 44,9 и 36,6 центнеров с гектаров. Наближаются до их Круглянский и Могилевский районы. По словам аграры, он на дворе по культ спрыяя. Тому уборка ведется активными темпами и на палетках працуя уся сельгастехника. Больше за 2 километра труб заменили у областным центра. Это плановая работа, отзначили на предприемстве Могилевские теплосетки. Всё лето вызначено 5 основных участков, где ведутся ремонты. В среднем, говорят специалисты, что 6 километров теплосеток меняют что год. С 8 до 21 днём в Могилеве начинается чарговый этап отключения хорошей воды. Это микрорайоны Ямницкий, Рабочий, Мир-1, Мир-2, Спадорожник и Казимировка. В районе в улице Минжинского, Чалюскенцев, Будовников и Космонавтов. Специалисты Могилевских тепловых сеток нагадывают, что график гидрауличных испытов робится для того, как выявить нетрывалые места в трубах. Под великим тиском подается вода у сетки и потом на выснове подобных обследований робится план ремонту. Например, под час опошних заднепровских отключений выявили больше за 30 пошкоджений в трубах. В районе есть старые теплосетки и 6972 года. И по словам специалистов, это плановая ситуация. Но если вы, например, видите разрыв труб, проседание грунта, шаши, тротуара, телефонуйте 27 65 57 и 28 12 48 в Могилеве. С погони по дороге и лесу, поблизости Прудок Осиповецкого района, супрационники милиции испынили микроаутобус «Мерседес». Али Кировца только повели, что худкость и поспробовал утекше. Правоохоуникам удалось испынить микроаутобус только в лесном массиве. Кировца и его пассажир поспробовали сбегче. Али были и затрыманы. У грузовым отсеку их авто правоохоуники выявили 45 скрынь с полиэтиленовыми еместостями кожных, из которых по 5 литров. По информации правоохоуников, у еместостях была спиртоутрымливающая ваткость. Указанные лица, которые были задержаны, пояснили, что приобрели указанную спиртоизжающую жидкость для последующей реализации своей знакомым и другим лицам ведущего социального образа жизни путем его разбавления с водой. Всего было изъято 900 литров спиртоизжающей жидкости. Ваткость конфисковали. По факте здоровья не проводят проверку. В ходе разбирательства было установлено, что нарушитель в этом году уже привлекался к административной ответственности, судом Хотимского района в апреле месяце 2018 года. На него было наложено административное взыскание в виде штрафа. Учитывая это обстоятельство, в связи с тем, что правонарушение в 2018 году совершено повторно, на место совершения нарушения было вызвано следственная оперативная группа Хотимского РОВД. В настоящий момент решается вопрос о привлечении нарушителей к уголовной ответственности по статье 281 Головного кодекса Республики Беларусь. За отриманному за незаконную ловлю может погрожать до трех год по избавлению воли. 400 домов опрацывали, свою чергу чекают еще 100 заявок. Специалисты Могилевского центра профилактичной дезинфекции означают, что у летку горожане у основным скардицца на облых у квартирах и подвалах, а еще на кляшу, а часом и по цуков. Чому з'являются такие непрошенные квартиранты, разбирались наши корреспонденты. Гэтым разом дезинфекторы працуют на территории ЖУ-5 Могилева. Специалистам треба обысти каля 20 домов за день. В каждой комнате есть блохи, и всех беспокоят блохи. А как вы думаете, откуда они? Кто источник? С подвала, сыры, скорее всего, так. А вы на каком этаже живете? Четвертый. На четвертом этаже вас подвала беспокоят блохи? Да. Сусают, но и он все покушанное. Специалисты тут уже опрацевали подвальное помешкание, подъезд. И сподяются, что же харам блохи больше не будут перешкоджать. Самая большая у нас такая проблема – это вот когда отопительный сезон начинается, или вот отключается водоснабжение. Поэтому появляется там влажность в подвалах, появляются блоки. Кстати, животное, очень много котов. А эти коты – разносчики, эти блоки. А жильцы сами их подкармливают. Своевременно поданные заявки и устранение нарушений по подвальным помещениям, конечно, дают хороший результат при проведении наших дезинституционных работ. Специалисты кажут, коли у жилых помешканьях кровосмакальных насекомых не назирают, это не означает, что их не мало в подвале. Таму вельми важно не допустить того, как нечеканные экваторанты перебралися у кватеры. Татьяна Слауева, Виталь Вопсев, Новин Региона. Сема гажнивня 1565 года, ровно 453 годы тому, перши друкары Иван Федоров и Петр Мстиславец приступили до выдания «У Москве часовника». Это была уже другая книга после первого легендарного апостола, который вышел на год ранее. Таким чыном Петр Мстиславец спрычынился до выдания перших русских друкаванных книг. Петр Тимофеевич Мстиславец – уродженец старожитного Мстислава, где у вековечной память праего белорусский друкар. Уродженец купецкой семьи, он трапил у Москвы и разом с Иваном Федоровым выдал на московским друкарским дворы апостол и часовник. Потом Мстиславец покинул Федорова, переехал у Вильню, створил новую друкарню и выдавал книги уже там. Усе выдания «Перша друкаров» – каштоунные помненьких истории и культуры, выдатные особняки друкаванного мастацтва. Прогожи шрифт, заголовные литры и филиграни у музея истории Могилёва есть коллекция с десятка першадруков. Самый старый из них – статут Великого князства Литовского, який был выдаден у Вильню в 1588 на старо-белорусской мове. Правда, есть еще одна сторонка с европейского выдания при конце 15-го стагодзе. Есть у коллекции Могилёвского музея и свой часовник, его набыли с допомогой меценат Валера Казакова зусим недавно оселит невясной. Каштонность этой невеликой книги у тым, что в 1750-м годе ее надруковали у Могилёвской братской друкарни. Часовник – это сборник повседенных молитвов. По этой книге, звычайно, вучили письменности, тому она дренна захавалася. А вот один особник часовника от первого наклада Фёдорова и Мстиславца захавался на нашу джон только у Брусселе. Хросный ход памяти Георгия Канинского прайшов у Могилёве чверть стагодзя тому канонизывали архиепископа Могилёвского и Беларуского. В хросном ходе удел приняли каля тысячи верников, яны прайшли от Свято-Микольского монастыра до Дома Святителя. Георгий Канинский – выбитный философ и богослов. У середине 18-го стагодзя он стал беларуским епископом, а поздней архиепископом Могилёвским и членом Святого Синода. Дякуя Святителю Георгию, в Могилёве побудовали некольких храмов, монастыр и духовную семинарию. Я собиралась за несколько дней, потому что это большой праздник, это праздник святого. Это место чтения на святой Георгий Канинский. Мы его очень любим. Благодаря ему мы вообще живем в православии. Он очень умный и возрождал эту нашу веру православную. Иначе бы, наверное, этой веры и не было бы. 300 лет тому назад он положил большой след в истории человечества и нашему груду Могилёву. Слава Георгию Канинскому! Мы его очень любим, почитаем и дорожим. В 1993 году Георгия Канинского канонизировали и долучили до лику святых. Молебену память святителя отслужил патриарший экзархусе о Беларуси митрополит Минский Изаславский Павел. Вы посмотрите на лица наших друзей, вы в глаза посмотрите, у них же глаза светятся. Прошли большой путь, прошли с крестным ходом, постояли ведь на службе, прошли еще крестный путь. А вы посмотрите, вот сейчас им скажи, пойдемте обратно с крестным ходом, они пойдут и все. Почему? Это их вдохновляет. Они молятся во время крестного хода, молятся во время молитвы. И Господь их молитву слышит и подает им за их прошение и по им прошениям. Поэтому это действительно наш всеобщий такой праздник. Он вдохновляет людей, помогает людям. Дом, который был построен по проекту Георгия Канискага и в котором он жил, заховался в Могилеве. Сейчас тут разместился музей Могилевской епархии. Сирот экспонатов десятки образов, церковные вещи и фотографии. Головное место музея займае образ с выявой святителя Георгия Канискага. Монеты и купюры – это не только грошовая каштовность. Менчанин Марк Романюк подошел до этого с другого боку и продемонстрировал их мастатскую каштовность. Незвычайная выстава молодого творца зараз экспонуется в музее этнографии Могилева. Пройстей шлях от платежу до мастатства поспробовала и наша здымочная группа. Сдалек не одразу разумеешь, что картины не намалеваны, а створены из множества дробных ковалков бумажных купюр белорусских денаменованных грошей. Гэта техника вельми популярная зараз у свете, але для Беларуси пакуль редкость. Сусветные мастры часто выкаристовывают банкноты разных краин. Белорусский творца, як соправдный патриот, отдае перевагу только айчинным банкнотам. На его думку, у белорусских купюр старого узору вельми шоколная палитра, фарбов и геометричных фактур. Картины, конечно, ураженные вельми цикавые. Заходясь люди бачать, ну, картины, картины. А вот, коли подыходясь на виды картин, это уже совсем иншее уражение. Захапление. Потому что, коли нас какая-то глядеть на эту картину, вельми маленькие детали, але у всех это выразено на виды хорошовых купюр. И, коли глядеть, это вельми-вельми такая кропотливая праца. Але вот все, и очки, и очки на перьи. Это все выразено, и окантовочка вот эта. Это все выразено с купюр же хорошовых. Гэта выстава выник праца маль трех год. Тут можно убачить и пейзажи, и портреты, выявы кветок и птушек. На створение подобных отвора, по словах аутера, иди от 400 до 600 бумажных купюр. И у середнем по три месяцы кропотливой працы. До речи на выставе можно ясно познайомиться с историей беларуских купюр. И навод поспробовать себе у створения подобных шедевров. Тепло и без опадков. Синоптики прогнозуют на тыдни стопроцентное лето. Характер на дворе будет вызначать антициклон с центром над уходом Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо расти. У Серодопа Махиревской в области чекается переменная в облачность без опадков. У Раницы слабый туман. Ветер не устойливый 2-7 метров за секунду. Температура поветра у ночи плюс 11, плюс 16 градусов. У день чекается до плюс 28. У четвер и пятницу по прогнозе так сама переменная в облачность без опадков. А вот температура станет выше. У ночи до плюс 18 градусов. У день 24, 29 градусов тепла. Новины наши в области можно поглядеть на сайте ТВР Могилёк. Рубка бая так сама в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Ажидаем только добрых новинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова